ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Так, продолжается, значит, Ведьмак сообщить Ольгерту о выполнении задания. Сейчас посмотрим, как он отреагирует на письмо от мёртвого брата. А после, видимо, придётся пойти ему... А, вот его, кстати, бабёнка. Адель. Какое красивое имя для такой некрасивой женщины. Она же тоже квест какой-то дала. Мне для храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить и хорошо повеселиться. Знаешь? Ну чё, Бэкхэм? Что они вытворяют? Развлекаются. Большие детки, понимаешь. У тебя-то есть дети, Гераль? Пинают бочки от развлечений? Нет. Ах, да, я и забыл, что Ведьмаки бесплодны. Ну не смотри так на меня. Лучше скажи, что тебя привело. Ну уж точно не сыграем в Гвинт. О, хорошая сабля. Интересно, чё у него... За сабля там. Возьму потом с его трупа. Проверю. Привет тебе от Витальда. Ты с ним говорил? Я тебе не верю. Я не только встречался с ним, но и выполнил твоё желание. Интересно, что он хочет тебе сказать? Я исполнил твоё желание. Твой брат целый день развлекался, как в старые времена. Сказать каждый может. А чём ты докажешь? Этим. Почерк Витальда. Без сомнения. Ты отлично справился. Я уже думал, он проследится. Это всё или у тебя есть что-то ещё? Теперь я собираюсь заняться домом Барсоди. Ну, желаю удачи. Ну, спасибо, блядь, за пожелание. Это всё, что ли? 111 очей опыта всего дают за это. Обосраться и не жить. Сри на нижнего, плюй на ближнего. Сри на нижнего, плюй на ближнего? О, хера себе примета. Поговорка. Вот. Сазам, откройся. О. А чё это? Это всё задание? Сделал сишки? Стартовый капитал задания. Что это такое? Мастера рун посетить неинтересно. Вот. Убийство Клюверта в деревне Луковец. Используя ведьма чуть-чутьё. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чутьё. Дело в том, что пишут, что очень сильные боссы будут в этой игре. А я в своих тряпках, да с этими железками за горбами, но точно не ровня нормальному боссу. Я лягушку еле-еле убил. Пришлось приложить всё своё умение, весь свой безграничный талант, чтобы справиться. Где эта сраная деревня находится-то хоть? Туда есть? Ё-ё-ёп твою мать. Туда есть? Нет, сука, туда нет. Ну, перемещение, значит. Но есть куда поближе. О! А что-то я не помню здесь таких украшений. Главное, смотрите, у мужиков копьё выходит из шеи, а у баб почему-то из-за рта. Интересно, с чего бы это? А это баба? Нет, мужик, видите, говорю. У мужиков, видимо, горло не разработанное, не пролазит. Просто, бля, а как ещё объяснить-то? Так, где тут самая ближняя хата на окраине? А это что такое? Ну, опустевшее селение меня мало волнует, честно говоря. Вообще, сколько играл ведьмака, вообще ни хрена понта не понял, опустевших селений. Было опустевшее, ты вырубаешь там всех мобов, и туда приходят крестьяне, с ними может поторговать. То есть, это мало чем отличается от уничтожения гнезда чудовища. То есть, там-то чудовище уничтожил, сразу гнездо залутал. А тут ты очистил селение, убив никак не меньше мобов. И можешь что-нибудь купить. Причём, вряд ли это что-то нужное. Бля, платва оглохла, что ли. Где мой офицерский конь? Богатырский. Кстати, не так и далеко. Особенно, если платва шевелится, нормально будет. Это, по-моему, был паук какой-то, да? Блин, в этой игре бы до драконов нормальных, а то и одни эти. Усилистки всякие. И их мутационные вариации. Да, кого я вижу? Гули. Так, надо что-то от трупоедов, наверное, намазать на клинок, чтобы быть прошаренным. Чё у меня тут? Эффекты в бою. Чего? А, вот, от трупоедов. Так, где тут сохранение? Всё, понеслась. И при этом надо ещё следы найти этого, который помер. Да, кажется, что его монстры сожрали, да и всё, ё-моё. Тут гадалки не ходи, если гули в деревне, то кто убийца? Вряд ли курьер цветочного. Хорошо не ольгули. С ольгулими вообще у меня херово получалось. Мне так нравится, что мобы здесь тоже отпрыгивают. Умники, хуево, блядь. Нет бы на лошадь, нападали, что-то, для сознообразия. Вот эта быстрая мясорубка, конечно, она хороша только, если ты его в угол зажал, походу. В чистом поле она вообще не прокатит. Ну, неплохо прошло. Кровь гуля пригодится. Это хавчик лечебный. Гриб дождевик. Это не хавчик. Запах реагентов. Это что ж тут такое? Готовили. Это это, наверное. Как там? Синий лёд. Знакомый запах. Горцетта фишта. Оборудование вывезли, осталось только негодное. Ну да. Местную наркоту. Она же говорила, что он. Слушай, на эту избушку такое ощущение, что сто лет назад ещё метеорит упал. Смысл тут что-то искать. Но письмо нашёл. Клюйверт, братан! Будь начеку. Кое-кто заинтересовался твоим бизнесом. Они хотят сделать тебе предложение, от которого трудно отказаться. На твоём месте я бы его принял и свалил куда подальше. С зереканием, например, Родрих Клюйверт. Был когда-то такой крутой голландский футболист Патрик Клюйверт. Даже я, человек далёкий от футбола. И то про него, смотрите, в курсе. А вот чудо. Ну, он зажигал ещё на чемпионате Евро-2000, насколько я помню. Ног неровный. Кто-то бежал туда. Какое совпадение, что я примерно отсюда приехал. Следы ног неровные. Значит, кто-то кривоногий бежал, да? Здесь он задержался, спрятался. Потом побежал дальше. Перебежками двигался. Боялся, наверное, что из миномёта обстреляют. Ну, на самом деле, я уже слышу звук. И вероятно, что там уже гладают его тела. А нет. А это что? А, от стрелы не убежал. Зря бегал, помер уставшим. Шрам на лбу. Похоже, это клюёт. Болт в спине. Вошёл глубоко, значит, стреляли с близкого расстояния со стороны деревни. Ну, если из арбалета, то это явно не эльфы. Дедукция Ватсон. Человек со стороны деревни. Вообще-то... И ветер. Вообще-то, я бы сказал, что по направлению, куда он лёг и как в нём торчат стрелы, можно определить, откуда в него выстрелили. Сзади, получается, нет? Нет, в этой игре всё не так, видимо, работает, как мне кажется. Вот. Так, у нас есть стрелы. Тут арбалета и глубокие следы ног. Стрелок, похоже, был в тяжёлых доспехах. Вот же кто-то накосячил, а. Я, причём, помню, смотрел какие-то документалки про киллеров из девяностых. Там было такое дело, что они на том месте, откуда стреляли, даже оставляли бычки сигаретные, подобранные где-то, короче, с чужим прикусом. Прикиньте, какие профи. Да пошёл ты нахрен. Блин, обычных мобов всё-таки хочется убивать как-то попроще. Ну, ты будешь подбирать? Вот, сука, где его следы? Вот они. О, нифига он тут на лошади поехал. Вообще шикарно. Или чё? Следы копыт. Ведут в сторону пригорка, а там явно кто-то есть. Хм, я думаю, он кентавр. Там явно кто-то есть. То есть кто-то убил неделю назад её друга и до сих пор не слинял отсюда, да? Местный житель. Пьяный арбалетчик Степан. О, утопец. Блядь. Если есть на свете место, где нет утопцев в этой игре, я сильно удивлюсь. Но их можно обойти, слава яйцам. Да. Слава Геральта, там явно кто-то есть в отношении места, которое на удалении нескольких километров. Выглядит каким-то атомным вангованием. Это чё, живой куст? Это чё за бред? Смотрите, чё он шевелится. Хм, интересно. Не, ну мне интересно и долго ещё. Как же меня утомили эти квесты в Ведьмаке, где надо следы выслеживать. О, ёпт твою мать. Бандосы. Так, надо сохранить... Сохранилище. Да, хуй там, конечно. Да, да. Понятно. Что ж, придётся биться. Чуваки в красном, но не Ридан. Чё это он вспыхнул? А, у меня меч, наверное, воспламеняющий какой-то, да? Короче, его обычные бандиты убили. Финита ля комедия. Лихо я у него щит вывел, да? Так, это не те бомбы. Хрен ли. Картечью... Блядь, пидарас. Картечью вообще кидаться. Только на первом уровне выгодно, по-моему. Так, сучий лучник тут охеревший, да? Возможно, это и есть один из тех арбалетчиков. Я... Чё за чушь он орёт? Я жив, я умер, я воскрес? Иисус, ты лето. Хорошего понемножку. Так. Что ж, куча ублюдков. Познала мою ярость. Правда, я чуть не сдох. Что он не мудрено в этом халате, блин. Бритва. Бутерброд. О, приказы. Ништяк. О. Был один человек, стало два пополовинки. Так, подождите, приказы. Чё? Они долго жить приказали. Вот, единственные приказы, которые я знаю. Перун. Обращается кто-то к Господу в этой маляве. Я тебя предупреждаю. Ещё раз, вы нюхаете столько фиштеха, и ты отправишься в трупную чащу, как братва этого дуболома Петера. Вы должны этот фиштех продавать, а не выжирать чертям собачьим. Покупатели будут сегодня. М. Перун. Кто-то себе, блин, нехуёвую кликуху выбрал. Пердун, наверное, там было, ё-моё. Приказ атаковать луковец. Чё у неё сам, блин? Кто это имя тут так раскомандовался? До меня дошли слухи, что заброшенная деревня Луковец обрела новых жителей. Банда обычных головорезов захватила её и начала производство фиштеха. Мы не можем этого допустить. Сим приказывает оковать деревню и ликвидировать разбойников. Покажите им, где раки зимуют. Все оборудование и припасы забирайте в нашу лабораторию к северу-западу от Броновиц. Остальное уничтожьте. Ульрих. Мне всё ясно. Хотя ни хера не ясно. О, фиштех, фиштяк. О. Алкогесты ещё, чтобы крафтить дневник Перуна. Нормально. Узнаем мысли бога. А, вот и квестовый сундук. О, доспех рыцарей Пылающей Розы. Чертёж меч рыцарей Пылающей Розы. Письмо заказами. Чертёж штанов не переведён. Чертёж? Похоже на афирские отметки. Стоит поискать того, кто сможет их прочесть. Дерьмо идея. Ты враг афирского народа. Там только пиздюли искать можно теперь. О, ещё и на следующий левел. Да пошло всё в задницу. Чертёж рунами. Так, я чё-то подобрал только что. А, дневник этого. В дневнике несколько стихов и арабских рисунков. Большинство из них непонятная мазня. Я был отправлен на перевалочный пункт. Опять. Я люблю это занятие больше прочих, потому что делать здесь совсем нечего. Целыми днями нужно ждать клиентов. А известно, что если тебе скучно, а под носом ха-ха-ха, хороший товар. Да, то можно и самому что-нибудь попробовать. Кроме того, иногда найдётся кто-то, кому не нравится наше занятие. Ладно, понятно. На полях посмотри, как меняется мир. Где лишь пару минут, это смысл быть. И я посчитаю, сколько времени в вихре... А, я понял. Это... Я понял, что это... Это... Ай, пошёл творить. Курт Кобейн просто прям. И почувствуй у жизни бодрящий вкус огурца. Это сиротонин разбивает твои сомнения. Постепенно и плавно приходит удовлетворение. Эйфория берёт владение твой организм. Неудача свой мусор не вывалит в новую жизнь. Дерьмище. Письмо с заказами. Лои, ты получил чертёж от Роба. Получается что-нибудь? Как только переведёшь хоть слово, пиши сразу... Пишу... Пишу сразу мне. Потому что этот мудень Роб постарается всех обхитрить. Это золотая жила, приятель. Нам просто нужно докопаться, что же написано на этих бумажках. И нам ещё придётся разгонять покупателей с саной тряпкой. Так что оставь на время набеги и грабёж. Просто сиди в лагере и напрягай мозги, пока что-то не придумаешь, Улирих. Обыскать лабораторию западных. На западе. Сука, ещё 400 шагов. Так, сохраняй нэн. Медитэйшн. О, сколько тут лошадей, кстати. Всяких разных. Было. Надо было, наверное, на них конную атаку устроить. Конная атака и смотрится интереснее, и играется интереснее. И дамаг большой. И вообще эффективнее, я так понимаю. Только я боюсь, что лошадь опять запаникует. А то вдруг она не такая прокачанная, как моя плотва была. Бля. Ты смердишь, безбожник. Хер прикроешь, прицелишься. Сейчас, 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 сейчас. Опа, ай, блядь. А кто это меня огрел? А, стрела, наверное. Что-то плотва вообще страх потеряла. Давай, ехай, дура. Газпром! Ну, спонсор всех вечных огней, мне кажется. А они так радуются вечному огню. О, по-моему, я снял с пробега щитовика. Это дьявол воплотит. А вот он горит как раз. Слушайте, шашка-то какая. Ох, поджигает. Смотрите, постоянно кто-то горит. Сейчас все кончится. Нет, слушайте, борода полная. Ничего не получается. Ну, получается, но я больше огребаю, чем наношу. Что-то это неправильно. Странно, что атака лошадью, ну, то есть лошадь грудью тоже как бы должна дамажить. Там на лошадей же вроде даже нагрудники одевали, помимо тяжелой, тяжелой брони. Плюс копытами потоптать. Это же не просто, когда конная атака шла там и врезалась в строй людей. Не просто, что там саблями только рубили. Ну, что ты делаешь без рук, блядь? Ёп-твою мать, что камера делает? Сейчас все кончится. Ладно, походу... Походу надо слезать. А то это затянется. У меня есть, в принципе, классный план. Я их тут заманю сейчас на лестницу и по одному дрюкну. Ах ты, педрила, блядь, лесная. Чё ты делаешь, Геральт, блядь? Какие кувырки, ёп-твою мать! Это дьявол воплоти! Жалкое зрелище! Первыми надо ебашься арбалетчиков гребаных. Кравь за кровь, брать! Стопэ! Чё-то сломалось. Сколько это почти? 15, 15? Пофигу, пойдёт. Надо кузницу зайти в эту... Сука! Где ещё один арбалетчик, тварь, блядь? А, кайфово, а? Чё, сука, дострелялся? Вон, половинка только залетела. Ещё один руку потерял. Голи-голи! Рам-зам-зам, блядь. Тебе подпечь, что ли, болван, блядь? Вот, сука. Этот был прошаристый воин, блядь. Так просто его не замочишь. Ой, считает... Сука, блядь. Падла, вонючая. Всё, всех положил. Бутерброд с ветчинкой. Это я конфискую однозначно. Рапорт разведки риданских каких-то хренов. Так, тут где-то офицер был. Зарублен. Вот он, наверное, с золотым перси. Магический предмет, жёлтый меч. Так. Чё, кстати, за... Тоже на 35. То есть у меня даже левел отстаёт от задания. Ну, вообще классно. От лута. От лута так точно отстаёт. День первый. Двое гладранцев из ближних деревень гнали корову. Мы бы поели говядинки, но мужиков трогать рука не поднялась. Они нищие и смердят хлебом. Мы их отпустили. Воз зернов на маршруте Броновица к Семфурту не стоит. День второй. Скучно, на большой дороге пусто. День три. Вдалеке был виден военный конвой. Сильная охрана. На телегах были бочки. Наверное, вино или сверить. Если бы перевозили оружие, можно было бы попробовать. Вечером ребята скучали, так что поиграли с двумя девками, которые пришли в лес по грибы. Нашли, походу, пару красных под этих... Под берёзовиков ёптать. После забавы я велел их отпустить. А ну как они вернутся к мужикам из деревни? Будет хоть немного развлечения. А, а ну как они вернутся с мужиками из деревни? Будет хоть немного развлечения. Да. Надо было на камеру снять, да в интернет выложить. Тогда бы они ещё и с ОМОНом вернулись. Так, чё тут есть? О, вот. Заветный ларчик. Чертёж. Перчатки рыцаря Пылающей Розы. Да. Я, кажется, знаю в каком сете я буду рассекать. Проходчик. Проходчик между рёбер. Наверное, да? О! Серебряный меч, кстати, на минуточку. О, 436 урона. Пробитие доспеха. Мощь аксия. 25% дополнительного урона. Шанс количества удара. Но это лучше, чем мой кусочек дерьма, по-моему. Что угодно лучше, чем мой кусочек дерьма. Так, обыскать лабораторию. Ах ты, блядь, это не лаборатория была, что ли? Я просто так их убил? Дерьмо случается. Обознался, мужики, простите. Твою мать. А я думал, что... Да. Ты, блядь, я бы так и не останавливался. Хотя я меч надыбал. Дерьмовый, правда. Я забыл правила игры просто уже конкретно. А, вот в лабораторе. Вон уже какие-то чувачки стоят. На входе. А, они еще мирные. Зачетная каска у него. О, у ордена Пылающей Розы новая резиденция? Небогато. Слушай, ты, приблуда. Не знаю, что ты тут делаешь, но вот тебе совет. Иди, откуда пришел. Ну, че ты тут торчишь? Морду тебе отполировать. Да, ты дерзок. Но быковать пока рано. Интересно, что там внутри. Попахивает фиштыхом. Вы не будете против, если я там осмотрюсь, братишки? Мы будем. И еще как. Довольно шуток. Считаю до трех. И чтобы тебя тут не было, бродяга. Уразумел? Раз. Два. А. Тысячу, блядь. Хуисичу, ептать. Три. Иди сюда, сука, ну иди. А, че это они красного цвета? Цеп, цеп. Голи, голи. Типа они какие-то дохрена сильные, что ли? У него чары. Чары. А ты думал, че? Ой. Первый пошел. Блядь, сука. Как вы, блядь, не научитесь? В натуре. Я тоже парировать никак не научусь. Геральт, борода какая-то. Надо че-то делать. Сука. Да он мастер, он мастер блока, что ли? Херенный какой-то. Смотри, че делает. Ай, на-не, на-не. Лихо я ему снял. Да как же, бляк, луту-то здесь дерьмово пристраиваться, а? Нжавый ключ. Ну, меч можешь себе оставить, свой говенный. В позе приземляющегося парашютиста прилег. Сука, тут целая пещера. Тимерская, риданская. Сколько тут сортов синьки в этой игре? Пропаганда алкоголя, я настаиваю. Как там в группе докопались до того, что якобы в игре пропаганда половых отношений? Так, тут еще и синьку, и наркоту пропагандируют, смотрите, сколько всего. Все лучшее в этой жизни, прям. Так, теперь надо как-то этот газ нейтрализовать. А че он? С ним драться не надо, что ли? Джейсон Стэдхим, смотрите, с алебардой стоит. Видимо, не надо. На входе двоих отпиздехал, а эти простят. Какая морда знакомая. Не он Шаокана играл в улдфажном Мортале. О, да здесь фашисты в противогазах. Он глухой, что ли? Нахер он так орет. Эти котлы похожи на макет дворца какого-то султана. Из Алладина причем. Верно, мы не должны. Мы должны защищать угнетенных. Нести веру и вечный огонь. Народобит обманул нас. Он нарушил слово, послал братьев на фронт, как простых солдат. А когда орден истек кровью, просто распустил его. Он занял наши земли и забрал ценности, чтобы вести свою войну. Тех братьев, кто не протестовал, сделал охотниками за колдуньями. А тех, кто осменялся перечить, изгнал или бросил. А, линии вот этой банды не было раньше в игре. У нас осталась горстка. И мы должны были искать себе новое место в этом мире. Так я вам сейчас помогу. Вот там, у Параша. Устраивайтесь. Во, классный вариант. Мне на эти ваши жалобы и на вас насрать. Да так, что потребуются шахтеры из Махакама, чтобы потом до вас докопаться. Блин, я загнул. Красавчик. Теперь преследуют вас. Вам выпало именно то, что вы заслужили. Ведьмак-моралист. Забавно. Мне кажется, что я тебя уже где-то видел. Я узнал тебя. Ты Геральт из Ривии. Ты убил Якова из Альдерсберга. Ой, я стоких убил, что ли? И сделал бы это снова, если бы понадобилось. С этого началась наша гибель. С тебя, проклятый мутант! Бери свой меч! Не кричи. Достаточно вежливой просьбы. Я надеюсь, твоя рука так же крепка, как твои гланды, которые тут орут. Блядь, он щитоносец. И меня окружили, короче, демоны. Во, 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 во. У них тоже есть бомбы. Стопэ. Ща. Ща, 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 пацаны. Ща, ща. О, слины уши можно одеть. Прикольно. А куда они одеваются? Так, яд повешенного. Да, мать твою, яд повешенного, сучка. Черт. Че-то все пошло немножко не по плану. О, смертельный удар прокатал. Проканал. Один разан. А че, у него щит не развалился? Блядь, а я еще не с полными аптечками. Вот это полное говно. Флэшку кинул. Сука, только, только не из арбалета. Ой. Разлетелся, чувачок. Причем они загораются, даже когда я их не трогаю, такое чувство, что. Они от одного вида на мой меч испытываются. Неплохой мечик лежал в гробнице Витальда, однако. Я считаю. Ну, сука, Ульрих, ты следующий, мать. Блядь. Да подожди ты, ёб твою мать. О. Как он вспыхнул. Нехер пердеть рядом с факелом. Ха-ха. Осел. Да ёб твою мать, еще один, что ли? Вы там не плодитесь где-нибудь за поворотом, а? Как хомяки, блядь. Не любишь серебро, да? Блядь, ты его стальным мечом бьешь. Да ладно. Вот они разлетаются, да? Прям вообще, по красоте. Так, ну чё, посмотрим, что у вас тут в приданное-то было. Доспех рыцаря Пылающей Розы. Ну, его вообще выковать, наверное, лучше, чем готовый найти. О. Продать сгодится. Так, так, так. So, so, so. Как говорят наши западные партнеры. Чё такое вибрирует? Что, кто здесь? Какая заказчица за наградой отправится. Сейчас, отправимся. Орден Пылающей Розы, Малый Лудный Камень Марена. Это всё, что выпало из их предводителя? Вот это, блядь, дерьмо? Малый Лудный Камень Марена. Я чё-то такого не слышал. Что-то он. Шанс вызвать отравление. Не знаю. Хуйня какая-то. Я думаю, что где-то здесь должен стоять ящик с ништяками. По-любому где-то должен быть ящик с ништяками. Какого хрена я убил толпу народу, и ничего с этого мне не перепало. Пустая бутылка. Мне чё, блядь, сдавать ваши пустые бутылки. О, чувак, наверное, сильно мёрз. Обнял. Обнял огонь. Так, так, так. Подожди, фиштех трубка. Нахуй мне трубка. Фиштех продать можно, наверное, да? Сколько там за сбыт у них в Новиграде? Статья. Так, 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 так. Что, быть такого не может, чтобы где-нибудь здесь в углу не стоял долбанный сундук, сука. Быть просто не может этого быть. Я не верю. О. Нахрен ты мне свои фокусы показываешь. Ты его ищи. Ищи чё-нибудь дельное. Путное. Годное. Дорогое. Блестящее. Да нахрен они нужны. На. Дерьмовое дерьмо, на. Будете играть, не шмонайте эту берлогу. Тут реально ничего нет. Это была банда героинщиков-нищебродов. У них ничего нет в натуре. Вот ослы, а. Да. Обидно. Даже с... Даже с их предводителя ничего не выпало. Полная борода. Но это всё-таки квестовая берлога. Может мне заказчица что-нибудь даст. Неправильно сказал. Может мне заказчица даст просто. Зашибись. Физика работает. Нормально. Вот краснолюбский спирт. Зашибись. А то я боюсь, что я как-нибудь присяду помедитировать, а аптечки не остановятся. И будет полная жопа. Так, понятно, ладно. Продолжу уже у заказчицы хрена. Тут обратную дорогу записывать. Смысла нет. Хотел, блин, к кузнецу зайти меч починить, а он, сука, спит уже. Ладно. Обойдёмся. Эй, ведьмак, ступишь в нашу компанию? Да я тоже рад вас видеть, алкашняк, как сами. Берегите почки, пацаны. Ну что, Адель, надеюсь, ты доволен. Поздно, Адель. Я так и знала, что ты это сделаешь, кошачьи глазки. Ну, рассказывай, кто за всем этим стоял. Она со мной заигрывает. Явно она меня хочет. Мне кажется, когда тёлка говорит мужику что-то про его глаза, это что-то должно значить. Кроме как, эй, чувак, у тебя глаза косые, типа. Или, эй, чувак, у тебя глаза красные, не знаю. Так, Орден Пылающей Розы. Эй, чувак, у тебя мешки под глазами? Я думаю, это тоже не подкат. Так, я пришёл за деньгами. За деньгами тоже, конечно. Это были братья Ордена Пылающей Розы. Кстати, у неё татуяруха... Татуха Медузы Гаргоны. Смотрите, на плече, на левом. Жёлтый христалёвым железом? Выколол им глаза? Спустил с них кожу? Нет, я просто их убил. Эх, такой красавчик и такой скучный. Вот тебе, кошачьи глазки, твоё золото. Купи себе на него пару унций куражу. Ой, тебя бы откуражить пару раз, что-то вредная какая-то... Да ебись оно всё. Согласен, чувак. Тут такое дело. Ебись оно всё. Надо ж так говорить, фу. Матюки, стыдоба. Ладно, продолжение, я думаю, будет уже в следующей серии. Надо ещё... Блядь, ну и звуки. Надо ещё одежонку себе кое-какую скрафтить. От Ормани или Версачи. Пока не выбрал. Всё, пишите, жмите. Субтитры создавал DimaTorzok